Глубоко обожаемые коллеги, спасибо за приглашение, Владимир Юрьевич. Сегодняшний доклад, как бы вторая часть наших клинических рекомендаций, которые мы неоднократно обсуждали и в России, и в Казахстане, и в нашей стране, была публикация на Конгрессе по детскому сребральному параличу, который мы сделали в прошлом году. И я хочу сказать, что эти рекомендации вообще стартовали с технического совещания ВОЗ, где мы стали разрабатывать их, и очень важной была для меня цифра Александровича Пальчика. Я хочу сказать, это первый в России, кто стал говорить о гипердиагностике. Когда он показал цифру 70%, я когда это прочитал, с этого была исходная точка. Я стал смотреть другие статистики от 70 до 80%. Это действительно колоссальная гипердиагностика. И сегодняшний доклад Александр Бедущин был настолько концентральным, я думаю, это нужно взять за основу дальнейших наших симпозиумов и конгрессов. Пожалуйста, следующий слайд. Итак, транзитурные двигательные расстройства. Насколько они часто присутствуют и какие вот они есть особенности. Хармей в своей иммунографии двигательные расстройства представила в их следующем виде. Это доброкачественные натальные меклоны сна, доброкачественные инфантильные спазмы, возбудимость и пугливость, дрожание, пароксизмальный тонический взгляд у детей грудного возраста следующий. Очень часто встречается покачивание головы с нестармой вот в нашей практике на Московском регионе. Кивки головой, доброкачественные кривошея, доброкачественные дистонии грудного возраста, это редкое состояние. Инфантильная мастурбация. Часто поступают такие дети, здесь я взяла саму эпилептия. И в этой вот таблице очень четко показан дебют и когда эти длительные расстройства уходят. Это очень важно при разговоре с родителями. И в ряде случаев, когда диагностика, если состояние не ушло, значит надо применять нейровизуализацию и другие более сложные методики обследования. Ну, например, неонатальный мяклонус на дебют на первые месяцы и возраст исчезновидения должен уйти в 6 месяцев. Если не ушел, надо более конкретно смотреть и календарь развития тоже. Инфантильные спазмы. В ряде случаев мы потом пересмотрели свои диагнозы, где было нормальное развитие, где были сомнительные данные по электроэнцефалограмме. С хорошим неврологическим исходом мы этот диагноз пересматривали. А клинические и фенотипические, они очень сходные. Такие же вот кластеры приступов. Возбудимость или джитеринность. Первые недели жизни должны уйти после 6 месяцев. Дорожание грудного возраста. Дальше вот изучается вопрос, потому что 5-6 лет может опять это появиться. И вы видите в графе, где лечение успокаивает. Кого успокаивает? Правильно, родители. Но вы, наверное, в своей практике столкнулись, что без медикаментоз довести детей значительно сложнее, полчаса уйдет, чем выписать рецепт за одну минуту. Вы согласны, что это логический выписк рецептов, это логический, конечно, точка вашего приема. Тем не менее, вот те же спазмы покачивания, головой с нестагмом. Вот сейчас ребенок у меня наблюдается, покажу, буду показывать видеоролик. Кивки, видите, до 3 лет и может сохраняться годами. А годами, вот это тоже сложно, это все успокаивание. Доброкачественная парксизмальная кривошея на первом году и после 5 лет она уходит. Следующий слайд. Дистония грудного возраста после 5 месяцев исчезает после года. Инфантильная мастурбация на 3 до 12 месяцев, когда исчезает, неизвестно. Следующий. Клинические критерии. Пегнатально там у нас отягощен. Александр Бенутий говорил, насколько понятийные наши шкалы могут быть неоднозначны. Насколько четко надо изучать пегнатальный анализ. Обязательно привлекать шкалы развития, календарь. При психомоторном развитии должен быть в пределах нормы. И что важно, надо наблюдать периодически, чтобы себе и родителям доказать, что это двигательная расстройка регрессивности возраста. Следующий. На натальный миоклонус. Первые недели жизни. Чаще миоклонические джерки в течение сна, в дистальных оттелах. Чаще в дистальных, чем в проксимальных. Отдельный случай, даже до 3 лет. Наблюдается как фокальный, мультифокальный, мелатеральный, даже билатеральный. Следующий. Значит, мы говорили о на натальном миоклонусе. Здесь мы увидим билатеральный, чрезмерный миоклонус сна. Что может быть описываться, как его демиклонические судороги и спазмы. Проведена была электроэнцефалограмма. Экологическая активность не была отмечена. После 6 месяцев он рекрессировал. Дистальный миоклонус. Вот такие вот движения. Кто наблюдал, скачьи собак. Вот такие очень похожие по частоте спинальные миоклонусы. Также метод успокаивания. Ребенок тоже проводился электроэнцефалограмм. Их эллиптической активности не было зарегистрировано. И важно, что ребенок развивался нормально по календарю. Доброкачественный миоклонус раннего возраста. Лист пазмы. Выглядит очень типично, как и при синдроме Веста. Сгибание шеи и туловище. Кластеры. Может считаться с дорожанием рук и плеч. Сознание не изменено. И электроэнцефалограмма, иктады, и межектады в пределах нормы. Деду до 2 недель до 8 месяцев наблюдается, может, до нескольких. Пугивость и возбудимость. 50% первых дней жизни генериализованы движения. Симметричные, ритмичные, термо или клонус. Регресс на первую неделю или после первого месяца у большинства детей. Так это выглядит в сознании ребенок. Дотрагивание прекращает эти движения, как пропрецептивное вот раздражение. Дражание Мишудерик. Медленный тремор головы и плечи рук сочетается с гримасами. Дебют в раннем возрасте может повторяться после 10 лет. Это ребенок 2,5 года. Лечился от парциальной пилипсии. С года начались движения в руках, размашистые, при эмоциях, при гримасах, когда вот он, как правило, возбуждался. И вот сейчас посмотрите, он тянется к матери. И вот движение в руках, как взмах крыльев. Или параллельно идет запись вектор энцеофрограммы. Монепилептической активности не обнаружено. Вот сейчас будут вот эти движения в руках. Отменена антипилептической терапией. Ребенок развивается нормально. И уже наблюдений полтора года никаких. Вот эти вот движения в руках, что очень беспокоили у практических врачей и родителей. Проксизмы тонических заведений взора. Это повторные девиации глазных яблок вверх или вниз. Сейчас сочетается в лексии шеи. Эпизод длится от часа до нескольких. В отдельных случаях сочетается такси и клево-шеи. Кивки. Вот медленные движения по типу додайни от меда двух герц сочетаются с медленной амплитудой нестагмом. Пристальный взгляд усиливает тики. Если держать голову, то нестагм усиливается. Кстати, кивки уходят, а нестагм может оставаться до 5-12 лет. И часто его воспринимают как вырожденный нестагм. Ребенок полтора года. Стал наблюдаться у него буквально с трех месяцев движение головой нестагм. Ребенок лечился различными препаратами. И вот через 6 месяцев он обратился к нам. Мы отменили препараты. После полутора лет у него прошел нестагм. Пока еще не головой. Ну вот мать обращается, что какие-то эпизоды по 2-3 недели у него бывают возникновения. Вот эти движения по типу нет-нет или нестагма. Но мать оказалась унижаемая. Действительно не давала никаких препаратов. Но довольно часто звонила. Она беспокоилась. Вот как это без лекарств. Вот она была настолько настроена врачами, что нужно эти лекарства давать было каждый месяц. Ребенок нормально развивается и уже... Нет, вот он пошел. Вот приглядите сейчас камеру. Мы подвигаем. Вот мелкие-мелкие нестагм. Так, сейчас пойдем быстро. Вот эти кивки. Да-да. И пристальный взгляд может усиливать кивки. Покачивание головы. Движения медленнее, чем кивки. Не сочетаются с нестагмом. В положении сидя и стоя. Семье есть анамнез дрожания рук и плеч и эссенциального тремора. Тортиколис ли кривошеи. На первом году жизни это наклон головы в сторону или несколько часов или дней. От 10 минут до 2 месяцев. Эпизод регрессирует с возрастом. Может считаться такими вот феноменами, как побледнее лица, рвота, атаксия. Повторяется до 2-3 лет. Доброкачественные дистонии и грудного возраста. Редкое заболевание. Сегментарные дистонии. Характерная поза, абдукция плеча, пронация предплечья, сгибание кисти. Появляются в покое при произвольных движениях. В обоих руках или на одной стороне. С включением ноги в период бодрствования. При задержке развития возможного использования патокальцина. В России прошло рандомизированное исследование. На группах 97 больных было отмечено, что на 10-й день увеличивается время и божество, и увеличение движения. Но это если в случае есть задержки развития. По механизму действия препарат обозначен как проникающий головной мозг через ГАМ-ГБ рецепторы. И через активизацию фосфодистера за возможное усиление дофономерогических сигналов. И была открыта нейротрофическая функция ГАМ. Она оказывает дифференцировку нейронов больших крушарий в антогенезе. То есть как вот такой проводниковый рецептор. И играет роль в пластичности мозга при нейронных связях. И было показано, что ГАМ существует еще до образования шестислойной коры и как бы улучшает ее образование. Обязательно наблюдение таких детей, проведение дифф-диагноза, контроль календаря развития. И в сложных случаях проведение электроэнцефалограммы, даже видеомониторинга при необходимости. Особенно при доброкачественных спазмах. Спасибо за внимание. И всегда наш важен союз с родителями. Извините за техносительство.